Один взмах руки и золушки превращаются в принцесс. Феи в данном случае не крестные, а ученицы Саранской школы-интерната для детей с нарушениями слуха. Своими руками они творят настоящую красоту. Первый день состязаний чемпионата Обилимпикс символично начали с компетенции парикмахерское искусство. В этом году в нем впервые участвуют школьники. Мне просто нравится этим заниматься, мне это вдохновляет. Чувствую, что это мой делай, мне это нравится просто. С результатами долго тянуть не стали и сразу приступили к наградам. Тройку победителей хоть и выявили, но медали и подарки достались всем пяти участницам. Если для самых младших волнений позади, то остальным участникам Обилимпикса час икс наступит в ближайшие три дня. Своё профессиональное мастерство инвалиды будут представлять еще по 13 направлениям. От бисероплетения до ремонта автомобилей. Компетенции, они, наверное, все по своей значимости одинаковые. По численности самое большое принимают по компетенции бисероплетения, где участвуют учащиеся и взрослые населения. Это талантливые люди. Вот взрослые населения, которые принимают участие, слепые, они участвуют у нас, поют, они занимаются бисероплетением. Те изделия, которые они изготавливают, они их могут реализовывать. Обилимпикс не просто конкурс, это международное движение, которое объединяет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья более 50 стран. Цель – повысить престиж рабочих профессий и развивать профессиональное образование. Но для самих участников чемпионата это прежде всего общение и возможность дальнейшего трудоустройства. Каждого участника чемпионата обязательно заметят работодатели. Об этом говорили и на торжественном открытии чемпионата. Служба занятости открыта для людей с ограниченными возможностями. Мы всегда готовы помочь вам. Поэтому желаю вам успехов в данном соревновании. Желаю, скажем так, хорошо выступить, хорошей упорной борьбы, чтобы было что вспомнить, чтобы вы приобрели какие-то новые навыки. Площадки для проведения чемпионатов в Саранске – городские и республиканские колледжи и техникумы. Чемпионат имеет продолжение. Победители в своих компетенциях будут представлять Мордовию на национальном этапе в Москве. Ирина Герасимова, Евгений Фролкин. Народные новости.